Привет, комрады! В этом видео речь пойдет о переносном зенитно-ракетном комплексе, сокращенно ПЗРК, Stinger. Полное название FIM-92 Stinger. Это комплекс, который умело поражает самолеты и вертолеты, которые летят на низких высотах. И сегодня я расскажу о его особенностях и преимуществах. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! FIM-92 Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс, который был разработан из США в конце 1970-х годов. Он был разработан компанией General Dynamics и произведен Raytheon Missile Systems. Система находится на вооружении с 1981 года и по настоящее время претерпела ряд модификаций. Stinger предназначен для поражения быстрых штурмовиков на малых высотах и, как показала практика, других летательных аппаратов. Также Stinger очень смертоносен против вертолетов и транспортных самолетов. ПЗРК Stinger был разработан для обеспечения противовоздушной обороны войск США и союзников при развертывании войск на позициях и, таким образом, устранении потенциальной опасности для войск с воздуха. FIM-92 Stinger послужил заменой FIM-43 Red Eye. По сравнению со своим предшественником, Stinger имеет увеличенную скорость и дальность полета, улучшенную устойчивость к средствам противодействия. Ракета FIM-92 Stinger использует инфракрасное самонаведение. Stinger также был модифицирован для использования в наземных системах ПВО, таких как M1097 Avenger, и адаптирован к бортовым платформам, таким как вертолет AH-64 Apache. Он также используется на вертолетах для самообороны воздух-воздух. Стоимость ПЗРК Stinger составляет порядка 110 тысяч долларов. Максимальная дальность поражения цели от 4,8 километров до 8 километров. Максимальная высота цели 3,8 километра. И максимальная скорость полета цели для наведения 750 метров в секунду. ПЗРК Stinger состоит из пусковой трубы, блока охлаждения батареи, съемной рукоятки, прицела и отдельного идентификатора свой-чужой. Пусковая труба из стеклопластика, в которой находится ракета Stinger. Оба его конца закрыты ломающимися дисками. Передний диск прозрачен для инфракрасного излучения. Как и большинство ракет, ракета Stinger имеет секцию наведения, боевую часть и секцию двигателя. Секция наведения состоит из носовой части ГСН, узла наведения и килей управления. Ракета Stinger использует твердотопливный ракетный двигатель для движения и включает фазы разгона и дальнейшего полета к цели. Фаза разгона разгоняет ракету до максимальной скорости сразу после пуска, после чего она набирает скорость и летит к цели. Хвостовое оперение до запуска находится в сложенном состоянии. Оно разворачивается при выбросе из пусковой трубы. Ракеты Stinger имеют срок службы 10 лет и не требуют обслуживания в течение этого периода. Ракета вставляется в пусковую трубу. Процесс наведения и стрельбы также включает в себя установку блока охлаждения батареи, который вбрасывает поток газообразного аргона в систему, питая блок обнаружения целей и ракету. Блок охлаждения батареи работает около 45 секунд или до запуска и не может быть использован повторно. Идентификация свой-чужой осуществляется до поражения цели путем подключения системы ПЗРК к системе запроса опознавания цели. Прицел пусковой установки используется для наведения на летательные аппараты, а запуск ракеты осуществляется с помощью рукоятки. Нажимая на рукоятки на пуск, запускается пусковой двигатель, который выталкивает ракету из пусковой трубы. Искатель идентифицирует цель, когда начинается фаза разгона двигателя. Во время полетной фазы ракеты управляющие стабилизаторы используются для маневрирования ракеты в направлении источника инфракрасного излучения, то есть до цели. При приближении или достижении цели боеголовка воспламеняется, уничтожая цель. ПЗРК «Стингер» может использовать один оператор, но обычно команда включает в себя еще и корректировщика для более быстрой идентификации цели. В армии США эта группа из двух человек оснащена шестью ракетами «Стингер» и использует высокомобильный автомобиль HMM-WV 4х4. «Стингер» работает по принципу «выстрелил» и «забыл». После захвата цели и выстрела стрелок может уйти в укрытие. У ПЗРК «Стингер» есть ряд модификаций, которые сейчас используются не только в армии США, но и в других армиях. Но об этом в других обзорах. Вот такая вот она ПЗРК «Стингер». Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.